всем привет прямо сейчас будет здесь рассвет как классно ощущать себя таким свидетелем начала нового дня я хочу чтобы вы тоже это увидели давайте попробуем настроить камеру я только что закончил в прямой эфир давайте приблизим там за домом не заносим вот момент там заносим давайте еще приблизим такое алое алое и отражается в верхних облаках такое крупное я вижу что оно такое очень крупное если бы я был допустим в том здании возле которого оно встает создается впечатление что оно достаточно крепкое оно очень красиво если бы еще установили все на рассвет посмотрите так вот так и ждать новый день новый день это новая жизнь каждый день он бегает 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 это каждый день каждый день рождается я хочу немножко подвинуться чуть-чуть чуть-чуть рядышком какое большое солнце это это что что это что Я вижу вот где-то вот так вот, вот так я вижу. Монна достаточно крупная. И вот там вот я вижу плеск идет на... Вот, вот этот домик. Он отражает прям этот красивый. Я видел где-то в каком-то прямом афере. Прям выходили там гора и смотрят на рассвет. И вот они вот садились на подморожные горы. Уже немножко... Там специально тропа проложена. И все сидели... Там человек 30, наверное, или 50. И встречали рассвет. Ну специально собираются люди, чтобы видеть эту красоту. Потому что каждый день... Он особенный. Каждый день... Он неповторимый. Вот такая... Красота. Движение, движение уже. Максимальное движение. Тему я решил сегодня назвать. Как-то смотрел... Прямо эфир уже знает название. Состояние, счастье и изобилие. Вот эту тему мы сегодня будем разбирать. Сюда добежал 3,5 километра. Иногда получается 3,8. Иногда 3,5. Надо понять, с чем это связано. Где-то 300 метров. Ну где мы займемся зарядочкой? Честно, это место. Может тоже на спуске. Потому что этот рассвет... Будет странно. Поехали. Кстати, не сказал, что сегодня 70-й день марафона. Слушайте, 70 дней же. 70 дней. Я каждый день бегаю. 70 дней. Каждый день рано встаю. Каждый день пишу благодарности. Каждый день... Я пишу, конечно же, больше. Но почему я решил запустить марафон? Чтобы понять, как за 100 дней можно поменяться. Я в течение 100 дней делаю определенные действия. Готовные приводят к изменению. Вот. Вот. Я скажу, какие изменения произойдут. А сейчас зарядочка. Друзья, перебежал сюда специально, чтобы вы насладились этим садом. Вот. Давайте я сейчас приближу. Самое интересное, что... Я сейчас смотрю. Вот тут вот... Сидит рыбак. Как это красиво. Вот в моменте это все. Здесь. 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 Ножки во рту. Состояние превосходное. Что... У меня фокус. Периодически падает. Ну, летит птица. Тишина вокруг. И так. Звук издает свой. Ну, каждая птица свою. Я на это внимание обращаю, в плане того, что даже смотрю на птицу. Что за птица? Вороны, вороны, сороки летают и гладкоют, любят они это дело. Так, то что, друзья, насладились красотой, природой в моменте здесь и сейчас. Прочувствовали все. Это сказка нового дня, ну, дома шутки ездят, прикольно. Поехали. Состояние, состояние счастья, изобилие, я все напишу, написал, написал, все, что не надо было написать, не по плану. И в конце пишу «Звездня», и часто бывает так, что «Звездня» совпадает с темой «Я кидаю в космос информацию», то «Я кидаю в космос». Это, кстати, взаимосвязано. Друг без друга не существует. Когда ты чувствуешь изобилие, ты счастлив. Когда ты счастлив, счастлив ты в чем? В наполненности. А это и есть изобилие. Наполненность этой изобилией. Не важно, каким методом ты получишь эти ощущения. Вообще не важно. Важно то, что ты это чувствуешь, что это пришло к тебе это состояние. А если он масштабик вот такой вот красивый-красивейший. Это состояние, оно… Давайте я хочу спуститься. Приходится вот по длагороднице. Ну, про природу. Про вот это состояние, да? Масштабное. Вот это вот счастье, вот это изобилие. Это фундамент настроения. Твое состояние счастья изобилия – это фундамент твоего настроения. То есть, как создать классный фундамент настроения? В полутруга, когда ты просыпаешься, когда ты только приоткрывай глаза, может, даже еще закатывай глаза. Возьми и подумай. Кому ты благодарен за этот день, который предстоит еще? И представь, как бы ты себя чувствовал. Представь свои ощущения, если бы этот день сложился для тебя идеальнейшим образом. Чтобы для тебя произошел в максимальном, в максимальном качестве. В максимальных ярких красках. Прочувствуй это. Прочувствуй это. Так будто это уже произошло. Перенесись быстро на вечер и прочувствуй. И увидим, что у тебя состояние на весь день. Чем сильнее ты это прочувствуешь, тем класснее у тебя будет состояние. А вы будете наполнены. Потому что мы, когда достигаем каких-то целей, мы наполнены. Когда что-то счастливое, что-то мы представляем, мы дополняемся этой энергией. Энергии вот этого из-за меня. Когда мы что-то представляем, мы так же прошли. Это не наполненность. Мы уже представляем какую-то ситуацию, которая говорит нам, что ты молодец. Либо вокруг люди молодцы. Ты за них может счастье. За свою ситуацию счастье. За своих. Там может даже детей. За своих родителей. За что ты счастлив. Если бы это было в твоей жизни. Представь это максимально ясно. Ощути это всем сердцем. Прочувствуй эти вибрации. Они же рядом. Они же здесь и здесь. И только ты открываешь им дорогу к сердцу. Ты им открываешь. Ты можешь тебе говорить, что да, окей. Я хочу чувствовать счастье и изобилие. Или нет, я не хочу это чувствовать. Я хочу чувствовать другое. И то, что ты будешь чувствовать, то ты и будешь пролечивать. Ты чувствуешь изобилие. Ты чувствуешь счастье. Ты чувствуешь благоданность. И ты еще больше получишь таких счастливых эмоций. Радут люди. Радут события. Которые дадут тебе еще больше такого изобилия и счастья. Скажи для себя. Я счастлив. Я надпален. Я благодарен за то, что имею. За то счастье, которое есть в моем сердце. За темнот. И неповторимые моменты в моей жизни. Они дадут меня к успеху. Я прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok